На Ямале сняли очередные коронавирусные ограничения. Теперь спортивным и творческим командам официально разрешено выезжать на конкурсы и соревнования. Кроме того, к докоронавирусному режиму работы вернулись офисы МФЦ. Другие новости в нашем коротком обзоре. Бюджетникам повысят зарплату на 3% с 1 октября. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Помимо бюджетников, прибавку к зарплате ощутят военнослужащие и органы власти, в которых законом предусмотрена военная служба. На Ямале ищут нового директора Дорожного департамента. Объявлен конкурс на должность руководителя. Первый этап пройдет с 23 сентября по 9 октября дистанционно. Прошедшие его претенденты будут приглашены на очный этап. Заявки принимаются на сайте. Напомню, прежнего руководителя окружного департамента Максима Першикова губернатор отправил в отставку. Глава округа остался недоволен состоянием дорог в регионе. На Ямале предприятие задолжало пенсионному фонду более 13 миллионов рублей. Прокуратура Нового Рингоя нашла нарушение в работе Тазовского дорожно-транспортного предприятия. Выяснилось, что долг накопился перед 425 сотрудниками. Неуплаченные деньги выступали гарантом прав работников на пенсионное и медицинское обеспечение. С помощью прокуратуры права рабочих восстановили. В реку Таз выпустят более 250 тысяч мальков чира. Три месяца молоть выращивали в садковой линии. На самом начальном этапе своего возрастления мальки весили не более 1 грамма. Сегодня это уже повзрослевшие и готовые к выпуску 10-граммовые особи. Собский рыбоводный завод в этом году выпустил около 20 миллионов мальков муксуна и чира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова